Приветствую вас, уважаемая Мария, и вы знаете, если действительно ситуация складывается так, что вы пытаетесь помочь своей подруге, то постарайтесь ей дать вот по сути мою запись хотя бы. Во-первых, мальчик, который сказал вашей подруге Вике, и в дальнейшем я буду говорить только Вика, мальчик, который сказал Вике, что хочет с ней расстаться, изначально ничего с ней не планировал, он не хотел с ней быть, он просто ее использовал, потому что видел, как она к нему относится. И нет вины Вике в том, что он с ней расстался, потому что это была изначальная цель этого мальчика. Это именно то, чего он хотел изначально. Поэтому Вика не сделала ничего плохого. И она ничего не испортила, как ей, например, могло бы показаться. На самом деле, она просто стала жертвой манипуляции этого мальчика, который решил воспользоваться ею как человеком, который к нему не был равнодушным. Вот по сути и все. Поэтому Вике нужно постараться подумать о том, что она оказалась зависимой от этого мальчика по какой-то своей причине. То есть причина зависимости Вики кроется в ней самой. Почему, например, она общалась с тем мальчиком, который не проявлял к ней симпатии? Почему она бегала за ним, как хвостик, как вы пишите, Мария? Что заставляло ей, ее точнее, это делать? Вот пусть Вика подумает об этом. Далее. А если Вика любит мальчика, как она говорит, то она желает ему счастья, верно? Если Вика не знает счастья мальчику, а он говорит, что не хочет с ней быть, значит без нее, простите, без Вики, мальчику будет лучше. Не это ли то, чего Вика хочет для этого мальчика? Если да, она будет счастлива просто потому, что счастлив мальчик. Если нет, то, соответственно, речь идет о желаниях самой Вики и о потребностях самой Вики. Поэтому эти потребности и желания нужно отдельно обговаривать уже с самой Викой. Я думаю, именно так можно ответить на ваш вопрос, а вы, Мария, лучшее, что можете сделать, это просто быть сейчас со своей подругой, поддерживать ее, развлекать возможности, отвлекать, делать что-то для нее. Ну и, в общем, всячески быть с ней. Сейчас Вике это очень нужно. Далее, если вы действительно хотите помочь своей подруге, то, пожалуйста, постарайтесь направить ее к нам на ресурс. Чтобы она сама забрала свой вопрос, но только если ей есть 18 лет. Если 18 лет ей нет, то по правилам ресурса мы не имеем права ее консультировать. Для этого есть специальные телефоны бесплатные горячей линии детской психологической помощи. Найдите в интернете и позвоните туда. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!